В турнире примут участие около 60 пилотов. Возраст спортсменов не ограничен. Самому маленькому 7 лет. В гонке среди ветеранов сразятся те, кому за 40. Трасса для картингистов интересна. Здесь много сложных поворотов и есть где разогнаться. Юным спортсменам нужно будет преодолеть 11 кругов, взрослым 16. Чтобы набрать максимальное количество очков и показать лучшее время выходные, уже сегодня все участники стараются выжать из картов все возможное. Сейчас большое внимание уделяется автомобильному спорту в связи с тем, что у нас наконец-то появилась Формула-1. Дети мечтают и побывать на трассе Формулы-1 и мечтают быть причастными к этому спорту. Эти соревнования, конечно же, менее значимые. Зато каждый пилот из России желает получить большой приз в Сочи. Такие заезды считаются отличной подготовкой для участия в масштабных турнирах. Соревнования непредсказуемы, поэтому подготовиться нужно не только водителю, но и технике. 12-летний Илья Диченко в Сочи приехал впервые. Вместе с ним еще три крымских пилота. Каждый из команды уже опробовал трассу. Некоторым пришлось поплатиться за скорость. Не штрафом, конечно, а сломанными деталями машины. А вот у Ильи все под контролем, несмотря на то, что недавно сменил карт. Боевой настрой и уверенность. Таким должен быть настоящий пилот. Сейчас я на новой машине. И я хочу достигнуть своего результата, показать, что я могу ездить на ней. Я мечтаю в будущем стать пилотом Формулы-1. А эти соревнования расслабляют. Отдыхаешь, приезжаешь и отдыхаешь. Нравится ездить. В субботу заезды пройдут с 9 утра и до 6 вечера. В воскресенье гонки можно увидеть с 9 до 14 часов. Затем состоится подведение итогов и награждение победителей. Вход на турнир свободный. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.